Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирование. Сегодня мы с вами научимся переводить выточки, а именно нагрудные выточки. Нагрудная выточка такая важная штука, благодаря которой достигается хорошая посадка в области грудей. Без нагрудной выточки в верхней части платья получались бы разные пузыри, волны, объемы. Одним словом, дефекты посадки. Но чтобы не ограничиваться только одним видом нагрудной выточки и постоянно шить одинаковые платья, сегодня мы научимся их переводить. А еще более подробно и детально не только о моделировании, конструировании, но и о пошиве я рассказываю в своих видеокурсах. Они включают в себя более 65 подробных видеоуроков, в которых вы научитесь правильно снимать мерки, шить различные виды юбок, брюк, платьев, а также классическую рубашку в разных способах обработки. Это множество часов концентрированной и чисто конструктивной информации. Даже если вы никогда не шили, то после того, как вы пройдете этот курс, вы сможете свободно шить не только себе, но и другим. В нашей группе уже более сотни человек. Присоединяйтесь и вы. Для того, чтобы создавать различные выточки, нам понадобится базовая конструкция плечевого изделия, а проще сказать выкройка платья. Эту выкройку я построила по своей инструкции, пособию по конструированию женской одежды. Там я показываю, как правильно снимать мерки и строить платье. Для того, чтобы создать модель выточки как на картинке, то есть выходящей из бокового шва, нам необходимо определить желаемый уровень положения новой выточки. К примеру, опустимся сантиметра на 3-4-5 от начала бокового среза, от пройма. Поставим точку и соединим ее по прямой с центром груди, который также совпадает с кончиком нагрудной выточки. Далее прорежем эту линию, не доходя на 1 мм до конца. Теперь закрываем предыдущую нагрудную выточку и вместо нее раскрывается та же самая нагрудная выточка, но выходящая уже от бокового среза. Посадка этой основы будет такой же хорошей, как была и при такой выточке, поскольку мы раствор и угол сохранили. В таком виде выточку не используют, поскольку она создаст излишний объем и толщину в области шеи. Но метод построения, который описан в моем пособии, такой, что нагрудная выточка должна строиться у основания шеи. В этом нет ничего страшного, это просто особенность метода, и ее легко и просто можно перевести в любое другое место. Таким образом вы можете переводить нагрудную выточку в любых направлениях, абсолютно в любых. Самые главные переводы осуществят через центр груди, который совпадает с кончиком нагрудной выточки. К примеру, вы можете отправить выточку даже вот сюда. Проведите перпендикуляр к середине передней половинки. И разрежьте также линию. Теперь выточка в предыдущем ее положении закрывается и открывается посередине полочки, передней половинки. Как стачивать эту выточку? Вдоль всего среднего среза передней половинки будет идти шов, а эту выточку вы, как обычную выточку, складываете и застрачиваете. А еще можно перевести выточку вниз к талевой выточке. Для этого талевую выточку вам просто нужно надрезать, довести ее до нагрудной выточки. И затем нагрудную выточку мы закрываем и дополнительный раствор открывается в талевой выточке. Эту талевую выточку вы также можете застрочить и изделие хорошо сядет по фигуре, но возможно не так хорошо для размеров с большой грудью. А еще можно совсем не застрачивать эту выточку и, к примеру, продолжить боковые срезы также по наклонной, и у вас получится платье трапеции, как на картинке. И посмотрим еще одну выточку, боковой срез, но теперь уже опустим ее немного ниже, можно, к примеру, до уровня талии, даже еще ниже. Просто проведите линию также от центра груди и разрежьте. Теперь нагрудная выточка закрывается и вместо нее раскрывается выточка вот в этой области. Кстати, талевую выточку мы можем убрать. Для этого талевую выточку нужно будет продолжить до точки центра груди, до кончика нагрудной выточки, подрезать и закрыть ее. Теперь и талевая нагрудная выточка у нас располагается вот здесь сбоку. Вы ее просто застрачиваете, как и обычную выточку. И это все на сегодня. Если у вас есть какие-то идеи, интересные модели и формы, то присылайте мне их на почту happiness.gmail.com И, возможно, их мы рассмотрим в следующих выпусках. Всем хорошего дня, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok